ВИВАТ ИСТОРИЯ Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья В конце выпуска у нас историческая викторина Призы для которой предоставлены издательством Витанова Витанова – хорошие книги о хороших людях Ну а теперь я спешу представить вам героя нашей сегодняшней программы Ну, слава богу, он не живьем в нашей студии Не присутствует Не присутствует, да Это Малюта Скуратов, как альтер-эго Ивана Грозного Вот так Сергей решил назвать сегодняшнюю программу Ну, давайте как бы поговорим Я думаю, Саша, все знают Малюту Скуратова Все слышали о нем, да Но на самом деле, когда он жил, что делал Практически о нем в наших источниках очень мало Ну, не в исторических, конечно А так вообще Где вы встречались с Малютой Скуратовым? Понятно, что не в фантазиях Ну, только в кинематографе Вот последний, опять-таки, Борис Годунов Да Довольно-таки неприятный там был он Кто? Малюта Скуратова Ну, в принципе, Борис Годунов тоже Понятно Ну да, наверное, он должен быть неприятным Да, у него есть свой имидж Ну, вы знаете, там Имидж, в общем-то, говорит Он правдивый Там мало чего приятного Ну, давайте разберемся Ну, вообще страшный, конечно, персонаж Вообще вот так Если какие-то отдаленные такие воспоминания О школьной истории институтской То, конечно, это угрожающая личность Ну, посмотрим Опричник Опричник Да Палач и все Мало ли у нас опричников, да Мало ли у нас палачей, да Ну, хорошо Давайте, дорогие друзья, начнем Ну, первое Точно год рождения Малюты Скуратова Ну, практически неизвестен И понятно, почему Потому что человек абсолютно из малоизвестного рода Скажем так Мы о нем ничего не знаем Потому что он появился неожиданно Как чертик из бутылки Такие вещи бывают на переломных моментах Ну, примерно, например, нарком Ежов В 1936 году он заменил Егоду А в 1938 году он уже закончил свои дозволенные речи, да И за это время, за два с половиной года Его имя стало нарицательным Вот Здесь так же Что мы о нем знаем? Да ничего Ну, примерно, где-то родился в сороковые годы Плюс-минус Потому что говорить о том Что вот он где-то Какую-то часть взрослой жизни Где-то засветился Тоже нет Документов практически нет Когда первое упоминание о нем Мы с вами поговорим, да В 60-е годы он Оказывается в ближайшем окружении Ивана Грозного, да С началом опричнины Что о нем известно? Он ходил в монашеском платье Получал от царя звание Паракли Сихиарка Пономаря И участвовал в арестах и казнях Ну, в принципе, вот и все Что мы о нем так вот примерно знаем-то, да Откуда он вообще, да? Ну, со знатным боярским родом Бельских или Вельских Предки Григория Скуратова Не имели никакого отношения Ну, давайте так Он Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, да? Ну, вызываем малюта Почему мы еще сейчас поговорим Об этом, да? Они происходили даже не из дворяна С государенных холопов Которые за службу были наделены землями И таким образом стали дворянами Дед Григорий Афанасий Евгографович Скуратов Владел землями на границе Звенигородского и московских уездов То есть, в принципе, Подмосковье Отец малюты имел христианское имя Лукьян А мирское Скурат Поэтому главный опричник Еще раз по фамилии был Скуратов-Бельский Христианское имя-отчество Григорий Лукьянович Ну, а все его называли Малюта Поэтому его тоже будем называть Малюта Скуратов Прозвище его отца Лукьяна Афанасий Евгеньевского Было Скурат Что, по мнению академика Панченко Означает вытертая замша То есть, ну, мы можем только фантазировать Но, наверное, возможно Из-за плохой кожи То есть у него Может, пляшивый был? Не-не-не, не пляшивый Именно на лице была плохая кожа Ну, в оспинках там таких, понимаете Там каких-то еще Хотя есть другая версия Что происхождение Луки этого Беласкова Относится к шляхтицкому роду Украинскому, польскому Леха Шкурата А Шкурат уже сдирающий кожу Ну, такая уже Близкая уже к Малюте Но я думаю, что здесь историки За уши пытаются Показать, что Не зря он стал таким Ну, ради бога Еще раз Он был малоизвестным человеком Из малоизвестного рода Поэтому ничего о них практически не сохранилось Ну, да, вот Они все говорили, что Ну, Малюта и его дочки Говорили, что мы из младшего Извода от Шкурата Который был из города Бельцы Ну, это сейчас Молдавия Тогда Великое княжество Литовское Когда он еще родился потом Речь Посполитая Почему Малюта? По одним данным За невысокий рост А по другим Из-за своей вечной присказки Малютя Все время говорил Ну, если он Пономарем был? Ну, типа, да Ну, Пономарем он был, конечно, назначенным А не до этого Да, Малютя Ну, еще какое-то словечко Такое он ввел Ну, вы знаете В ЧК говорили шлепнуть Да, то есть Убить человека В ЧК называлось шлепнуть А в сталинских органах Исполнить А вот у него было Такое слово Отделать Да, Господи Ну, вот Такое веселое, да По другой версии Вообще, откуда мы про него что-то знаем В общем-то Из двух воспоминаний Двух немцев Которые Там, фон Штаден Они вроде были опричниками Ну, они себя так называли В воспоминаниях Но историки говорят Что они были в Москве В это время Но опричниками не были Потому что Не все можно верить Вообще, конечно Воспоминаниям Иностранцев Про нашу страну Верить мало надо Или очень сильно проверять Ну, самое известное Воспоминание о России Саша кого? Барона Минхаузена Да что ты Ну, конечно Он же все эти вещи делал Именно в России Вот Поэтому Да, одно дело Когда он там По-доброму издевается И вот там Врет, да А другое дело Врет для того Чтобы что-то доказать Неясно Поэтому Еще раз Про Малюту Мы знаем очень мало Так вот По версии этих немцев Он был высокого роста Как раз Ну, поэтому Малютя Наверное Ближе к делу Итак Вот что немцы Написали По внешнему виду Человек высокого роста Сильного телосложения С неприятной Отталкивающей физиономией Ну, какая еще должна быть Физиономия у него, да? Дальше Пишет Низкий Сжатый лоб Волосы Начинаются Почти над бровями Несразумимо Развитые Скулы И челюсти Череп Спереди Узкий Переходящий Сразу В какой-то Широкий Котел К затылку Уши Казавшиеся Впалами От выпуклостей За ушами Неопределенного Цвета глаза Не смотрящие Ни на кого Прямо Делали то Что страшно Оставилось каждому Хотя Вскользь Чувствовался на себе Трусливый взгляд Последних И каждый раз Глядя на Малюту Невольно казалось Что никакое Великодушное Чувство Никакой мысли Выходящей С круга Животных побуждений Не в силах Проникнуть В этот Сплюснутый мозг Покрытый Толстым черепом И густой щетиной Ужасающее зрелище Да Можно ли у нее верить Ну я думаю Нет Ну мало ли что там Про кого там у нас говорят Да Итак Сведения о семье Малюты Да о нем самом Практически Не столь обширны Поскольку даже Среди незнатных Опричников Он выделялся Своим худородством То есть вот список Опричников есть Да Их там Триста человек О том Насколько незнатный Был род Скоратов В свидетельстве Запись Во вкладной книге Иосифового монастыря Вышнем Волочке Где указан Вклад Ивана Грозного По холопе По своему Малюте Лукьяна Чубельска Что примечательно В монастырских документах Малюта почти никогда Не называется Своим христианским Именем Григорий А везде как Малюта Ну видимо Это уже стал мемом К этому времени Да Ведь прекрасно Что если он Похоронен в монастыре А он там похоронен Да И мы говорим Во вкладе После смерти Малюта Скуратова Да То священники Его все равно Не называют Православным именем То есть Ну с одной стороны Вы не отпели Творческий псевдоним Как у артистов Я понимаю Но когда хоронят Все-таки Да Говорят имя Даже не фамилию Ну да Хорошо Пусть будет Творческий псевдоним Итак Самые ранние Сведения О Малюте Скуратова Является 1567 год С походом Русской армии Под командами царя В Литву В сентябре Ну 67 года Так вот Там идет список Первый царь Второй Главнокомандующий Князь Курбский И так далее Там командиры 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 Малюта Скуратов Последний Да Самый последний В списке Третьих голов То есть Младших командиров То есть Самый худосочный Да Вот То есть Извините Не последний А предпоследний Видимо было еще хуже Даже Василий Грязной Который мы тоже говорим Стоит выше его Ну Малюта Скуратова Вместе с Иваном Грозным Иногда называют Саша создателем Русской службы безопасности Я видел такие вещи Общаясь С представителями Этой профессии Я вместе с ними учился Некоторые из них В общем-то Тоже Говорили Что Малюта Скуратов Один из нас Но это неправильно Малюта Дорогие друзья Не стоял У истоков Опрични Который создан Был Грозным В 1565 году Еще раз Первое упоминание 67-й год А вообще Первую скрипку Когда действительно О нем говорили Это 69-й год С другой стороны Какой большой рост Практически за два года Превратился Это уже другой вопрос Мы о нем Разберемся Итак Первое Дело Которое ему дали Это было Расследование Вины Боярина Федорова Челяднина Одного из крупнейших Землевладельцев Занимавшего При царе Пост Конюшенова То есть Он еще был Практически Главой Боярской думы Донос на Федора Подал царю Сам Князь Владимир Андреевич Старецкий Незамедлительно Началась Кровавая расправа И судя по всему Это событие Стало дебютом Скуратово-Ибельского Роли палача Именно ему Выпало устроить Разгром Во владении Боярины Под Калугой Ну знаете Громить Уничтожать Это у нас умеют А по сообщению Поминального Синодника Им было убито С тридцать девять Человек То есть Есть список Невинно убиенных При Иване Грозном Этот синодник Есть С ним очень долго Работал Руслан Григорьевич Скрынников Почитайте Руслана Григорьевича Скрынникова Иван Грозный Ну там И другие книги По концу Шестнадцатого века Вот Это наверное лучше Хотя Если вы Сторонник Московской школы Ну Почитайте Почитайте Кобрина Что читать не надо Это Не читать не надо Карамзина Да История государства Российского А почему Ну Антиисторичная И очень субъективна Потому что он был Из Бояр Да Он был из аристократов Да Конечно Поэтому он и писал Как представитель Своего класса Я просто процитировал Карла Маркса Или Покровского Ну Неважно Действительно Он был представителем Дворяна Бояра Аристократов Да Поэтому Вот так он его описал Так он талантливый писатель Мы читаем это с удовольствием Да Но как историки Они к нему относятся Отрицательно Ну Может быть Кто-то Моё мнение такое Я вам посоветовал Всё Итак В конце концов Да Скоратов добился От уже полумёртвого Фёдорова Челятина Что он признал Что он имел Сношение с Литвой То есть Он поймал Одного из Скажем так Челяди Да 39 человек Не призналось А один признался И вот через него Он уже раскрутил Дело Да Ну Заслуги малюты Были оцелены Должным образом Так началось Устремительное возвышение Почему стремительное Да менялись Они всё время Одни сыграют Свою роль Да их убирают То что было у нас В 37-39 году Практически то же самое Никто ничего не придумал Итак Разгар казней Этой всей ситуации Сопричин Иван Грозный Чередил в Александровой Слободе Свой орден В подобии Монастыря Ну Действительно Среди наших историков Разные Суждения Об этом ордене Одни его называют Рыцарский Такой католический Ну Православных Орденов Не было Но что-то такое Пытался стать Иван Грозный Ну Некоторые историки Еще более радикальные Ну посмотрим Может будет Время и желание Я об этом расскажу Что они об этом говорят Но это Скажем так Нетипично Для всего Исторической Науки Итак Сам царь Ся называл Игумену Ну Игемон Помните Мастер говорит Саша Слово Игемон Игумен Это главный В монастыре Значит Он Игумен Келлер Афанасий Евяземский Малюта Как мы уже сказали Пономарь Ну что там Происходило Дорогие друзья Ранним утром Царь с сыновьями Иваном и Федором Влезали на колокольню А где их ждал Уже Малюта Скуратов Они звонили В колокола Созывая Прочих Иноков Церкви Все они были В черном Монашеских Рясах Служба продолжалась С небольшим перерывом С 4 до 10 часов Утра На тех Кто не являлся На моления Царь Игумен Накладывал И петь имени Вечерняя молитва Орицательным Знаете Саша В балете Петра Ильича Жяковского Лебединое озеро Главный там Этот злодей Орел Беркат Называется Злой гений Да То есть он гений Но злой Вот как раз Иван Грозный Наверное был Злой гений Если бы свои таланты Он бы сделал Для укрепления Страны Там Да Еще чего Таких-то вещей Да Может быть Мы по нему Говорили бы по-другому Но еще раз Если вы слышали Мои передачи Я к Ивану Грозному Не отношусь Так вот Резко отрицательно Но конечно С опричненной Это вот Да Это выходит за гранью Нормальных отношений Со своим государством Да Не так страшен царь Как его Малюта Хорошо Так вот Опричненький Таубе Да Упоминает Только двоих Из 300 человек Братьев Опричненного Монастыря Значит Это что говорит Ну Малюта И Вяземского Да Это говорит о том Что близкой Уже стал близок Малюта Скуратов Да А к царю Я еще могу Такую сказать вещь А может быть Он хорошо пел А может у него был слух Понимаете Да У людей Заплечного труда Иногда слуха нету А Иван Грозный С детства Да Как кстати Сталин Да Он тоже пел хоре В детском Да Был солистом Религиозного хора В городе Горе Да Потом в семинарии пел Вот Поэтому Такое мастерство Не пропьешь Поэтому он любил С таким Петром Дормедоновичем Михайловым Народным артистом России Который тоже был До этого священником До революции Басом Пели многое лето И многие другие Религиозные песни То есть Что-то осталось У Сырёныча От той жизни И вот он иногда На ночных посиделках Это делал Ну вот Так или иначе Да Наверное Малюта Петь умел Если Малюта Петь бы не умел Его бы назначили На другие должности Мы можем только Об этом фантазировать После богослужения Царь шёл Саш Как вы думаете куда Вот он Шесть часов молился А потом куда пошёл Поесть За стенок Саш По расписанию Дальше за стенок Это что значит Ну в тюрьму Где находились люди Да Заключённые Да Где лично Заблюдал за пытками Ну вот такой Интересный день Да Ну наверное В это время Малюта тоже Была рядом Как сообщают Вот эти вот Немцы Да Зрельщие пыток Доставляло царю Утешение Ну ладно Да Итак Что это Рыцарский орден Ну да Все они в чёрном Знаки особые Собачьи Отрубленные Собачьи головы Каждый опричник Саша На лошадь себе Вешал Собачью голову И метлу Да Видимо поэтому Диких собак Вокруг Александровой Слободы Было мало Да Хором ещё пели Тоже Как бы Помните Швондер пел Да Ну вот такие вот вещи Да С другой стороны Все в чёрном Ночные бдения Иногда Содомия Казнь священников Тоже наводит На мысль Что Может Это была Какая-то другая Организация Секта Ну Я не буду так говорить Сами как бы Напридумываете Дорогие друзья Что там происходило И зачем Ну И как бы Следующее Самое знаменитое дело Оно тоже попало В наш кинематограф В фильме Царь Если вы помните Лунгин снял Последнюю роль Олега Янковского Вместе с Петром Мамоновым Да Это дело Фёдора Степановича Колычева Да Митрополита Да Он из старинной Московской семьи Был игуменом В Соловецком монастыре Где провёл себя Как способный руководитель Ну На таком севере Понимаете Если ты не руководитель Все или с голоду умрут Или с холода Или ещё что-то После того Как Следующий После Митрополита Макария Кто-то должен стать Русским руководителем Да То есть Сначала был предложен Казанский архиепископ Герман Но он выразил Несогласие с политикой Ивана Грузного Попал в опалу И поэтому Было предложено Игумену Филиппу Иван IV Вызвал его в Москву И на соборе Епископа В 20 июля 66 года Предложил ему Митрополитический сан Перед тем Как дать согласие Филипп поставил Условия Царю Уничтожение Опричнины То есть Вот Как бы Там ещё не было Такого Чтоб царь никому прислушался Да Первое открытое Столкновение Было через два года В Успенском соборе Кремля Новгородский Летопись Сообщает Что Митрополит Филипп Враждовали Из-за Опричнины Ну Если мы Откроем Житие Филиппа Да Святое житие Или вот Рассказывая О нас Стоянут наёмников Там пересекается Что Пришёл Иван Вместе с опричниками В чёрных ризах В высоких Монашеских шапках Вот Март Да И после литургии Подошёл к Филиппу За благословением Митрополит Сделал вид Что Не замечает царя И только после того Как уже бояре Начали его дёргать За фалды Там Да Благослови царя Он обратился К нему К царю Обличительной речи О государе Мы здесь Приносим жертву Богу За алтар Льётся Невинная крестьянская Кровь Отколись Солнце сеет На небе Невиданно Неслыханно Чтобы цари Благочестливые Возмущали Собственную державу Столь ужасно В самых неверных Языческих царствах Есть закон И правда Есть милосердие К людям А в России Нет Сказал Фёдор Дальше он продолжил Достояние Жизнь граждан Не имеет защиты Везде грабежи Везде убийства И совершается Именем царским Ты высок на троне Но есть Всевышний Судья Наш и твой Как предстанешь На суд его Обогрённый Кровью невинных Бойся Господа Единого Вот После Такой Речи Понятно Что царь скипел Гневом Ударил своим Жезлом Озим И сказал Я был слишком Милосов Тебя Митрополит Твоим Сообщником В моей Стране Но я заставлю вас Пожаловаться И в ноябре 68 года Состоялся Церковный суд Которым был Главный Обвинитель Новгородский Архипископ Пимен Да Ну и он был Снят 8 ноября Он был Арестован Царским Любимцем Басмановым Да И потом Была расправа С расправой Конечно Главный Был уже Малюта Вот Что пишется Да Это Описывает Итальянец Александр Агванини Где он Называет Скуратова Командиром Царских Приспешников Да Он Пришел В общем Он его Удушил Давайте так Скромно Как он Сказал царю Что он Меня оскорблял Поэтому И удушил Так как Ничего Малюты Скуратова Не было Против этого Можем сделать вывод Что наверное Это было По приказу Царя Так или иначе Но удушить Русского Митрополита Это уже Как бы За гранью Православных Каких-то Или царских Вещей Может быть Поэтому Его никогда Не называют Григорием Священники Может быть Поэтому Все время Называют Малютой То есть Никого Да То есть Мы вынуждены Подсоединиться Царю Да Взяли Деньги Его Упокоили Да Его тело Да Но никогда Не называем Его Честь Святого Григория Той же Осенью 69 Года Малюта Получает Новое Задание На этот Раз Ожидается Расправа С Владимиром Андреевичем Старицким Это ближайший Родственник И последний Рюриковичей Который Имеет отношение К престолу Царь был Разгневан На князя Подразвивал Его во всевозможных Заговорах Он его сослал В Нижний Новгород Пока он находился В Нижнем Новгороде Малюта Подверг жестоким Истязаниям Царского повара Маляву И вырвал У него показания Будто Старицкий Приказал ему Отравить Ивана Заплатив За это 50 рублей Это очень большие Деньги Дорогие друзья В начале Октября Владимир Андреевич Был вызван В Александрову Слободу Князь отправился В дорогу С княгиней И детьми По дороге Его встретились Малюта Скуратов И Грязной Убивать Малюта Не осмелился Да Но Он ему предложил Отравленное вино И Старицкий Ну Выпил его Как Сократ Что там дальше были Далее Царь приказал Привезти в Москву Свою тетку Мать князя Владимира Андреевича Княгиня Евдокия Да Она была уморена Дымом Задохнулась Все дальше И дальше Чем Евдокия Ты не угодила Видимо Евдокия Выступала Она прекрасно понимала Что сын ее Не виновен Ну Видимо Много говорила А может быть Еще раз Это что-то Из детства Понимаете Как сказал Фрейд Саша Мы все Из детства И то что Ну у нас была Сылая передача Как стать Иваном Грозным И конечно Вполне возможно Что у него Была какая-то С детства Обита на нее Ну С Владимиром Старицким У них были Нормальные отношения В детстве Вроде там Как-то Общались Да Но вполне возможно Что такие и нет Но так или иначе Да Уморили ее По другим сведениям Да И утопили в реке Как видите Малик Скуратов Очень фантазийно Относился Не просто там Тупо убивать Да Может быть Поэтому И благодаря этим фантазиям Он был близок Ивану Грозному Определенный момент То есть Который любил ходить Смотреть После утренней службы На пытки Да Да Конечно Ну Что делать Такие вещи бывают Потом Страшный погром В Твери Скуратов В Бельске Принимает Самое непосредственное Участие В уничтожении Твери Царь Посылает Когда он Находился В Торожке Это приграничье Между Твери И Новгородом Послал Скуратова Убийц Содержавшийся В тюрьме Пленных Татарских Велимош С другой стороны Кто-то говорил Что это были немцы Но это неважно Их было девятнадцать И неожиданно Они оказались вооружены И оказали сопротивление К чему опричники Никогда не привыкли Ингавирадж Они тоже никогда Не привыкали Когда их Неожиданно Им стреляют в ответ То есть Они были самоуверены Малюта был ранен Живот И в Многородском Погроме Он уже не участвовал Но в Твери И Торожке Согласно Сохранившему Докладу Царю Со своим отрядом Он отделал Тысяч четыреста Девяносто Человек Ручным усечением А с печали Отделил Пятнадцать человек То есть Помимо Вот этих пленных Еще и пострадали Невинные граждане А вообще Отряд Это сколько человек Было Триста человек Всего Всего А наверняка Какая-то часть Была всегда В охране царя В охране детей Может быть Кроме опричников Там было еще войска Какие-то стрелецкие Вольнонаемники Ну Вольнонаемники В меньшей степени Хотя Конечно Немцы Которые служили В опричном войске Они были воинонаемники А там служили немцы Ну Вот Два немца Как минимум Да Итальянец еще Еще раз Они нужны были Как современные профессионалы Ну Современная артиллерия Современные мушкеты Они знали Что в Европе Сейчас такого интересного Что можно перенять Для нашей армии Ну Они были такие Да А как же они умудрились Таким количеством Небольшим Такое количество Тверчан Ну Видимо Те Не сопротивлялись С другой стороны Тоже Ну Можно Эти цифры И не верить Ну А вот Всякие еще ужасы По поводу Опричников Что там Они жены Дочерей Угоняли Ну Это да На утеху Царским Дорогие друзья Давайте так Ну Скажем так Я не знаю Там Привозили Не девушек Для царских утех Меньшей степени Но Как Ну Приезжает Этот Опричник Молодой Человек Из Ну Там Просто приезжает Молодой Человек Из провинции Делать Карьеру В Москве Никому Не нужен Абсолютно Оказывается Да Никому Его таланты Не нужны Ну И Преспектива Куда Идти Ну В бандиты А тут Опричники Предлагают Царство Войска Да Еще Тебе говорят Вот Если Ты будешь Упоминать Приказы Убьешь Того Боярина Ты получил Собственность Ну И Поэтому Там Было Да Понятно Убивали Понятно Насиловали Пытались Еще Через Такие Вещи Запугать Народ Ну Народ Запугали Конечно В 1570 Году Малюта Помог Ивану Грозному Избавиться От Руководителей Опричников Первого Созыва Которые Были У него Басманова Афанасия Вяземского Которого Мы Говорили Михаила Черкасского Ну С одной Сторон Они уже Зарвались Конечно Они Зарвались В такой Степени Что Когда Шел Крымский Хан Иван Грозный Приказал Им Идти Против Татар Они Отказались Одно Дело Против Народа Который Молчит Ну Давайте Так Товарищ Народ Это Слишком Широко Ну Для Бояр Да Они В основном С Боярами Воевали С Народом Другое В опричной Думе Правда Что за Опричная Дума Ну Там Был совет Такой Руководители Опричнины Ну Их там 5-6 Человек Было Правда Имя его Списка Стояло Последним Ну Какая Разница Лаврентий Павлович Берия Тоже Мог Се Вписывать Последним Последний Чекист Сталинский Да Но Это Было Только Начало Высокое Служебное Положение Скурата Обильского Прични Подкреплялось Тем Еще Саша Что ему Удалось Устроить Выгодные Для него Браки Дочерей Анна Была Выдана Замуж За Ивана Михайловича Глинского Это Родной Брат Мамы Ивана Грузного То есть Это Высший Род Русской Знати Екатерина Стала Женой Князя Дмитрия Ивановича Шуйского Это Брата Будущего Царя Василия Шуйского Мы о ней говорили Когда она Предложила Выпить Скуратову Шуйскому Вино Перед походом На поляков Во время Смуты Когда он Отравленное Вино выпал У него Из носа И из ушей Пошла кровь Ну Дочка своего Отца Тут Достаточно Все было Ну и Третий Муж Марии Младшей Дочери Борис Федорович Годунов Русский Царь Поэтому Малюта Скуратов Был Родственником Двух Двух Русских царей Годунова И Шуйского Вот Ну там еще была Елена Да Она вышла замуж За какого-то Тарского хана Князя Да По-моему Коломамаевич Иван Коломамаевич Непонятно Какой Да Ну вроде Елена умерла рано Да Поэтому Про ничего Неизвестно А сыновей Не было Да Сыновей Не было Ну Такие вещи Бывают Главная роль Скуратова Ибельского Придворе Стала очевидна Для всех Когда 28 октября 71 года Произошла свадьба Ивана Грозного Очередная А очередной Его женой Стала дочь Коломенского Боярина Марфа Собакина Помните Иван Васильевич Меняет профессию Да Но она была Отравлена Как считается Практически Прямо Во время Свадьбы И безбрачной Ночи Она умерла Несмотря Даже то Что она Быстро Умерла Все равно Роль Малюты Скуратова Большая Малюта Это тоже Прямо Понимала Поэтому Более Упрочилась Его Роль При царе Летом 71 года На Красной Площади Была Такая Большая Казнь Но Люди Требуют Развлечений И вот Для них Для москвичей Сделали На Красной Площади Подарок Такой Казнь 116 Человек Причем Иван Придумывал Каждому Из них Особый Защищенный Способ То есть Ни один Не умер Одинаковой Смерть Малюта Открыл Это представление Отрезав Уши Подвешиваю Вниз Головой Министру Иностранных Дел Ивану Висковатову Да Другой Опличник Следом Отсек Ему Нос А третий По словам Очевидцам Еще Того Хуже Ну Вот так Вот Своё Величие Да Попросил Царя Боярский Боярский Сан Да Батюшка Сделайте меня Боярином Да На что Иван Грозный Рассмелился И называл Псом Вот А Скуратов Не стала Обижаться На царя И наоборот Сказал Это как Каплимент Он меня Псом Называет Вот Да Зимой 71-72 Года Скуратов Активно Участвует Во внешней Политике Нашей страны Не потому Что он был Специалистом Крупнейшим По внешней Политике Нет Царю Нужно был Скажем так Смотрящий Министерство Иностранных дел Ну в посольском Приказе Чтобы там Происходило то Как он говорит Не было заговора Он же уже Никому не доверял И вот Скуратов Вместе С дьяком Челкановым Вели переговоры С представителем Польского короля Михаилом Голобурдой Да 6 января Он присутствует На переговорах Со светскими послами А в феврале Его фамилия Мелькает В составе Группы Переговорщиков С крымским Гонцом Ян Магметом И потом Снова Переговоры С польско-литовским Королевством Которые Были прерваны Из-за смерти Сегизмунда Третьего Весной 1972 года Второй поход На Новгород С какой целью Ну какой Ну посчитается Снова Там Снова Происходят Какие-то заговоры Еще раз В это время Ливонская война Да И Ливонская война Идет не так Как мы Запланировали Мы должны Воевать против Ливонского ордена Ну немецких рыцарей Которые сейчас На территории Эстонии И части Латвии Но вместо этого Мы вынуждены были Воевать со всей Европой То есть это Первая европейская Война России И Европы То есть кроме Ливонского ордена Туда еще вступили Война Литва Ну не такая Как она сейчас А Литва была Это полностью Белоруссия И практически вся Украина Дальше Польша Дания И Швеция То есть Вся Северная Европа Выступала Она не хотела Чтоб Россия Получила выход К Балтийскому морю Ей это было невыгодно У нас был выход К Балтийское море Река Нева Но все прекрасно понимали Что в этом болоте Жить невозможно Поэтому Иван Грозный Пытался найти Другой выход Ригу Таллин Или Нарва Вообще Первый русский В порт Который был построен На Балтийском море Официально Это порт Нарваейсу Усть Нарва Так называемая Тогда речка была Поширше Чем сейчас Воды было побольше Но не удалось Ну и бросили его Бросили его Потом на войну Еще раз Дорогие друзья Еще раз Никаких талантов У него не было Ни военных Ни внешнеполитических Только присмотр Ну такой вопрос Он играл Он играл в шахматы С царем Видимо Он царю был близок Потому что пел Играл в шахматы Выполнил его приказания Какие-то Царь с Борисом Годуновым Любил в шахматы играть С Малютой тоже Извините Малюту-то убили За 10 лет до смерти Ивана Грозного Но другой шахматун Пришел Да Еще раз В разное время С ним играли разные Но если кто-то Начинал все время выигрывать Я думаю Что он быстрее Заканчивал с ним Играть в шахматы Ну вот Да Но это самое невинное Из-за его нарушений Церковных Домостройских постулатов Да Запрещалось Потому что шахматы У нас играли всегда на деньги Ну с царем На деньги играть нельзя Ну а так играли Только на деньги Как в карте Как в кости Да Ну да Любовь к противоположному Полу Пьянству Да Тоже была Псовая охота на медведей Главное развлечение Часть хищников После того Как их поймали Да По приказу малюта Отправили медвежатники Ну в такие Специальные клетки И туда Бросали Врагов Народа Их травили Да Медведями Царь смотрел Да Тоже приятное Замечание Да Также любили Слушать шутов Скоморохов Ряженых Ну и так далее Тому подобное Ничто не чуждо было Кригорию Велокьяновичу Ну Казни в Новгороде В 1972 году Был последним подвигом Палача Малюты Осень 1972 года Он был направлен Вместе с войском В Ливонию Для успешного Окончания войны С немцами Возглавил армию Сам Иван Грозный А при этом Малюта не получил Практически никаких Высоких постов О нем О нем Говорил С этом списке Едет За государем Сто неопределенный Статус Больше напоминает Должность личного Телохранителя И более никакой Или человека Который выполняет Какие-то Моментальные Приказы царя Ну типа Александр Меньшиков В этом отношении Ну Дали ему один полк Ну как Полковник Командир полка 27 декабря 1572 года Русское войско Пришло под стены Замка Вайзенштайн Это крупнейшая Постверевель Ливонская крепость Ныне Это город Пайде В Эстонии Русские войска Пытались взять Эту крепость Как минимум До этого Три раза В 1558 году 64-м И 70-м Но все время Безуспешно Отступали от этой крепости На этот раз Выстрелами из пушек Были проломлены Немецкие укрепления И 1 января 1973 года Начался штурм Через пролом стены Во главе отряда На пристав Были посланы Василий Грязно И Малюта Скуратов Грязно уцелел А Малюта Скуратов Был застрелен 1 января 1573 года А вот Грязнова Потом убьют Татары уже Когда он попал там в плен Но это другая история Да Ну вот Поэтому некоторые следователи Говорят Что Малюта Скуратов Был душегубом Ну По крайней мере Погиб Честной Солдатской смерти А другие Подозревают Что убили его свои То ли из мести То ли по приказу Саму Ивана 4 Ну как Карл 12 Непонятно То ли его Норвежцы убили Одиноким выстрелом В голову Да То ли его убили Кто-то свои Но сейчас Вот при помощи Компьютерной графики По подсчетам Там директории И проще говоря Что наверное Все-таки Эта пуля Была от Норвежцев Чем в спину Я тоже думаю Что убили его Здесь не Иван Грозный Если он захотел Его убить Он бы его убил Какими-то другими вещами Ну и при том Гибель любимца царя Стала причиной Жестокой расправы Когда царь узнал Что Малюта убит Он приказал Всех пленных Шведов и немцев Сжечь То есть все военнопленные Были сожжены Вот так или иначе Смерть печально Знаменитого Опричного палача Было весьма почетным Его тело Было предано земле В Иосифово-Волоколамском Монастыре Как уже говорил Царь дал большие деньги Монастырю Напомин души Свою верную слуги И заботился Его родственников Иосиф Монастырь был Один из любимых мест Старского богомолия В общем почитал Волоколамских иноков Отец Ивана Грозного Василий Третий Один из них Старец Кассиан Басовий Стал крестным отцом Будущего Ивана Грозного И поэт Ивана Грозный Приказал Именно В этот монастырь Положить Остатки Малюту Скуратова Здесь же Также Был похоронен Его брат Старец Илья Который Ушел в монастырь Не потому что У него был такой Брат плохой Он раньше ушел И сын Ильи И на Григорий И отец Малюту Скуратова Лукиан Факты себя Парадоксальны Если учесть Что во время Опрични Этот монастырь Смелился Отказать Ивана Грозного Подержание Его кровавых деяний Мне хотелось бы Узнать Со смертью Верного опричника Малюты Скуратова Закончилась Опричнина Или когда Она закончилась Ну давайте так Она закончилась Примерно В это же время Но С одной стороны Она была официально Закончена А с другой стороны Она все равно продолжалась Потому что Иван Грозный Ну С годами Не становился Психологически Психически Более равновешенным Человеком Все это продолжалось Но не в таких количествах Да Ну Еще наверное Были же Помимо таких расправ Еще были доносы Доносики Какие-то Сжайты Осведомители Кто-то Коста посмотрел Кто-то еще Какие-то вещи Да ради бога Что угодно было Сам Скуратов Бельский Дал 200 рублей На строительство храма В честь Встретения Владимирской иконы Божьей Матери По его приказу Икона Была нарисована Лучшие иконописцы Создали список Владимирской иконы Божьей Матери По приказу Малюты Скуратовой Сейчас она находится Там в монастыре Вообще-то очень надеюсь Что находится Вдова Малюты Получила пожизненную пенсию Равную окладу Служил человек Высокого ранга Да Ну еще раз У Малюты был сын Умерший молодым Три дочери Внука Малюты Скуратовой Сына Бориса Годунова Федора Годунова После смерти отца Провозгласили царем Но вскоре его зарезали Сторонники Лжедмитрия Первого Об этом мы тоже говорили Ну и внучку Малюты Ксению Годунову Изнасиловал Дмитрий Самозванец А затем сослов Отдаленный монастырь Да Но эти все события Уже происходили В 1605 году Когда уже Главный опричник И его хозяин Давно уже лежали В сырой земле Памятников Извергу рода человечеству Ущадия кромешной тьмы Сыну дьявола Так о нем говорили Да В нашем отечестве Не поставлено А образ Малюты Скуратовой Я думаю Тоже мы помним По кино разному Сталин в беседе С Николаем Черкасовым Да Который исполнил роль Ивана Грозного В фильме Эйзенштейна Сказал Малюта был Выдающийся Кустраственный деятель Погибший При штурме крепости А причина Добавил он Прогрессивная армия Как бы да Без комментариев В наше время Ну в конце 90-х годов Малютой Скуратова Называлась Острая горчица Да Она там Можно было купить Малюту Скуратова Григория Распутина Лебаську Махно Вот наверное Все Саша Четыре года Которые он был У власти Примерно Три с половиной За это время Прошли Скажем так Очень кровавые события Думаю Что не было Малюту Скуратова Убыл кто-то другой Он был Пешкой Да Марионеткой В руках Ивана Грозного Все решал Но решал он профессионально Хорошо Качественно И с удовольствием Наверное С удовольствием Да Вот такой был человек Еще раз Говорить что-то о нем Хорошее Не было ничего хорошего Не было ничего хорошего Но почему он так поступал Мы наверное тоже можем понять Вот такая волна Кровавого террора Подняла его На вершины Ну да Не успели его Сделать врагом народа На который Можно было сбросить Что он убил невинно убиенных Там Филиппа Старецкого Там Или книжную Иудакию Да Вот Ну погиб Во всяком случае Как Не как герой Ну как человек Защищавший Родину В одной из программ Ты приводил Очень интересные цифры По поводу Количества Людей Погибших Во времена Правления Ивана Грозного Терибл Как это называют Да И приводил Эти цифры В сравнении с тем Скажем Сколько Сколько было Во Франции Во Франции И прочее Ну да Дорогие друзья Там намного больше Во время Во время Профиламерской ночи И уничтожения В 1572 году Гугенотов Во Франции Погибло больше 30 тысяч человек А в это же время Параллельно Генрих Восьмой В Англии Уничтожил Как минимум 90 тысяч католиков Да Все это опознается В сравнении Но это не значит Мы хотим сказать Что Иван Грозный Хороший А при Иване Грозный Грозный Ну Еще раз Ну Десятки меньше Это было меньше Но еще раз Это не значит Что они Были законны Наша смерть Там и прочее Другой вопрос Что не надо нас учить Вот это да Что посмотрите Свои проблемы Да Не называйте Что мы там Ищадие ада Да Непонятно Как появившиеся В Европе Там непонятные люди В других странах Происходили Такие же моменты А в Европе Они были Еще были жесткие Извините Мы женщин Не сжигали В большом количестве Да Последняя женщина Видимо Была сожжена В Европе В 1830 году В Швейцарии Республиканской Это так Да То есть Это такое вот Национальное Может поэтому Они все такие страшные В Европе Еще раз Я считаю Малюту Скуратова Отрицательным Персонажем Нашей истории Да А вот Ну Расскажем про него честно А все остальные Иностранцы Что говорят Это все равно У них все вторично Они все равно Опирается на наши источники Но делают выводы такие После которых Хочется задать вопросы А сами того кто Теперь мы переходим К нашей постоянной рубрике В которой Историк Сергей Виватенко Отвечает на вопросы Наших слушателей Я напоминаю Что для того Чтобы задать вопрос В программу ВИВАТ Истории У нас есть Много вариантов Это во-первых Наш электронный адрес Радио ВИВАТ Собака Мэйл.ру Радио ВИВАТ Одним словом Собака Мэйл.ру Также вступайте В нашу группу Вконтакте Можете отправлять Вопросы В личном сообщении Сергею Либо мне Либо оставлять их У нас там есть Специальная форма Для того Чтобы вы могли Задать этот вопрос Вопрос от Светланы Федичко Сергей Вы часто В своей программе Повторяете слово Возможно это фейк Скажите А какая самая Чудовищная Историческая ложь С которой вам Приходилось сталкиваться В последнее время В последнее время Все связано С ролей Советского Союза В эскалации Второй мировой войны В начале ее Взаимоотношения С немцами И прочее То что сейчас говорят В Европе И в каких-то других местах Про нас Это действительно ложь Притом Всем известно Что было все это не так Люди-то недавно еще Прекрасно помнили Как это происходило Но пытаются забыть Пытаются Интерпетировать Это мне не очень нравится А ложь Как сказал Чем страшнее ложь Тем в нее больше поверь Сказал Геббельс Ну что же бывает Но для этого существуют Историки Которые знают Документы Факты И пытаются Сказать Как это было На самом деле Что такое Красные профессуры Ну Когда Бразилизовский союз И была основа Не на старую интеллигенцию Не на буржуазию Не на дворян Стали организовывать Уже Советскую Народную Народных инженеров Народных и прочее В Москве Был организован Институт красной профессуры Которые должны были В том числе Не только Стать руководителями Государственных Каких-то Организаций Заводов Предприятий Но стать еще Пропагандистами коммунизма Помните Учиться 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 коммунизму И вот В институте красной профессуры Там работала Жена Сталина Лилуева И там учился Никита Сергеевич Хрущев Например Эти люди Должны были Заменить Старые кадры Потому что Как сказал Сталин Кадры решают все Вот что такое красная профессура Сергей Как образовалось Государство Чехословакии Изначально Это была Чехия Словакия Или изначально Была Чехословакия А потом она стала Чехия И Словакия Как все это происходило Ну Словакии Как такое не существовало Там Моравское княжество Но это не важно Давайте так Чехословакия Чехия и Словакия Это были частью Австрии Потом Австро-Венгрия Когда Австро-Венгрию Поделили на две части На трансленцию И там Цисленцию Что принадлежало Австрии Что Венгрия Чехия стала принадлежать Немцам Вене А Словакия Стала принадлежать Венграм Будапешту Это когда было? 1868 год Ну это примерная дата Конец 60-х годов Да Вот эти две нации Немножко разные Они отличаются Друг от друга Если Чехия еще была Когда-то государством Словакии В принципе Ее никогда не было И когда началась Первая мировая война То союзники по Антанте В первую очередь Россия Решила Что это будет Независимое государство Чехословакия Чехословакия Да Она опиралась На Масарика Такого словака Да Словака Который был Депутатом Австрийского Рейхстага Известного Филолога И прочее На него была поставлена Политическая карта Далее Была создана Из пленных Пытались создать Новую чехословакскую армию Если помните Славашвейк Белочехи Так называемые Чехословакский корпус Да Их специально То есть Из пленных Которые попадали Были представители Разных национальностей Но чехословаков Отправили В один странный лагерь Где у них было И вооружение Где их готовили Для будущего входа В Прагу Да Но Не получилось Определенно И Чехословакия Как страна Была Объявлена Независимом В ноябре В 18-го года И она Сразу попала Под Францию Ну Это уже Другой вопрос Ну А потом Как дележка Происходила Дележка Происходила Один к двум То есть Когда Чехословакия Предстала быть Социалистической Между номинациями Происходили Определенные Стопновения Ведь Мы Опирались На Словацкую Элиту В Коммунистической Партике Словакии Густав Гусов был Словак Вот там И именно Словакия Попросили Официально Наши войска Вступить В Чехословакию Собственность Была Поделена На три части Две части Получили Чехи Одну Получили Словакию И они Достаточно Мирно Разошлись Самая Большая Потеря От разрыва Чехословакии Это Крушение Чехословакского Хоккея Потому что Чехи Отдельно Не могут Выигрывать Без Словаков Да Как бы Они другу Помогали Теперь нет Большинство Чехословаков С ностальгией Были вместе Но Объединятся ли Они Нет Я думаю Никогда Спасибо Сергей За интересный Рассказ И в завершении Выпуска У нас Традиционная Историческая Викторина Приз для которой Предоставлен Издательством Витанова Это Великолепно Изданные Книги Исторического Содержания Сергей Напомни Какая у нас Была в прошлый раз Программа И вопрос Какой ты Сдал Хорошо Итак Дорогие друзья В прошлый раз У нас была Программа Посвященная Третьему отделению Шефа жандармов Бенкендорфу А вопрос был такой Советский поэт Сильвинский Поэт 20-30-х годов Утверждал Фамилию Бенкендорф Можно рифмовать Только с этим словом Параллельный ответ Бенкендорф Торф Всего лишь Всего лишь Вот Есть ли у нас Правильные ответы Александра Да К сожалению Один единственный Неповторимый Константин Василенко Поздравляем Константина Василенко Вы получите Хорошие призы От Издательства Вита Новый вопрос Новый вопрос Ну я думаю Он будет более простой Мы не можем Все время Для трех-четырех Мучить наших слушателей Да Давайте попроще Итак Да Побеждает у нас Тот Кто раньше всех Пришлет нам Правильный ответ Итак Дорогие друзья Назовите Фамилию актера Который В знаменитом Фильме Сергея Эйзенштейна Иван Грозный Сыграл роль Малюты Скуратова Ваши ответы Присылайте нам На электронный адрес Радио Виват Собака Мейлру Либо Вконтакте В личном сообщении Сергея Виватенко Или мне Александре Ромашовой Ну а на сегодня Все Спасибо Сергей До встречи в эфире До свидания Дорогие друзья До встречи Виват История Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин